Добрый вечер, Ламбака. У нас международный фестиваль, поэтому мы тут начали на другой языках, потом, наверное, мы продолжим еще несколько языков. Но вообще мы все собрались узнать, по какому поводу, совершенно уникальный, замечательный повод, это Дзен Арк Фестиваль. По телеканалу, Санкт-Петербургскому телеканалу уже нас представили, позвали аудиторию, и вот мы все вместе собрались в этом замечательном зале, который называется Выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников. Справа от меня находится человек, кто создал это все мероприятие, скреативил. Его зовут Аркадий Бабич. Молодцы. Добрый вечер, друзья. Рад всех приветствовать. Все, кто интересуется искусством, не только друзья художников, сами художники. Этот фестиваль мы первый раз провели в прошлом году, тяжелый для всего мира, для всей планеты. В Москве было летом. Мне очень приятно, что продолжение происходит сейчас в Санкт-Петербурге. холодное зимнее время, но тем не менее в теплой, хорошей обстановке. Этот фестиваль будет продолжаться также дальше. Надеюсь, что осенью мы продолжим это движение в Москве. Хочу сказать, что здесь присутствует много художников практически со всего мира. Может быть, это сразу не заметно, но если вы начнете читать ярлычки, то поймете. Здесь даже вот сегодня пришли работы из Соединенных Штатов. У нас на Мако, в общем, да, из республиков Союза, другие страны. Я сейчас напомню, не вспомню, только единственное выделил его. Хочу всем пожелать хорошего настроения, проникновения в эти работы. Внимательно их стоит изучать, смотреть, погружаться. И прекрасная музыка будет с провождением к нашему вечернему дуку. Потом, чуть позже у нас начнется здесь концерт. Интересно, мы здесь немножечко стулья. И будем наблюдать софийские окружения. Наталья и представит свою третий, более руководительство подробно. Я как-то смогу. Еще раз благодарю вас за то, что вы все пришли. За участие в выставке, за поддержку. Все поздравляем. Welcome. Сейчас небольшое поздравление. Вот среди нас присутствует заслуженный народный художник России здесь Николай Михайлович Светков. У него был вчера интересный мастер-класс, лекция. Кто присутствовал, видел, знает. Многие его знают. Не только в Питере, но и в Москве, и по миру. Вот его работа здесь представлена. Николай Михайлович, пару ласковых слов, добрых и теплых. Спасибо за приглашение. Я очень рад присутствовать и участвовать на этом международном фестивале, который достойно себя показывает в разных частях земного шара. И думаю, что высшие силы и духовное благословение организаторам Аркадию Бабичу и Федору Фелькову, заслуженному деятелю русской культуры и главному продюсеру этого проекта, это говорит уже об истории. Потому что вдруг это не случается. Как серьезное событие всегда имеет свои корни, свои пункты развития. И в конце концов мы можем видеть, лицезреть расцвет. Я думаю, что это самое то прекрасное время, когда мы наблюдаем силу, которая двигает вот этот замечательный вектор. И думается, что два слова, если вы позволите, о дзен-практиках, и чань-буддизм, и дзен-буддизм, и даосизм, и другие восточные философские культуры, они ставят своей задачей, прямо скажем, просветление сознания человека. И изобразительное искусство, оно здесь впервые звучит совершенно определенно. И ставит своей задачей показать молодым художникам те возможности и умения, благодаря которым сам процесс и сама жизнь художника перестает быть обыденным сочетанием ритуалов каких-то или обыкновенных совершенно событий. Это становится неким священным действием, которое позволяет углубиться или, скажем так, проникнуть в сущность своего внутреннего мира и открыть свой портал. Это духовные практики, они всегда позволяют не столько охватить группу, но проявить свою собственную силу, энергию и явить ее для самого себя, как зрителя. А это требует определенных энергетических затрат, определенных способностей, которые могут быть развиты. И в этом есть совершенно очевидная практика. И вот Аркадий, я подозреваю, что он во многом преуспел в этом, поскольку задумать и явить такой проект, это ведь надо быть ответственным человеком. А ответственный человек это тот, который имеет ответ. И вот я не буду углубляться в глубину других практик и философии этого творчества, но в сущности мы, думаю, что поздравить должны и организаторов, и самих себя, участников и зрителей, которые благосклонно, с большим интересом воспринимают и сами имеют прямое отношение к творчеству. Я так думаю. И друзья мои, прекрасен наш союз в объединении сила. Любовь к искусству наших душ нас навсегда сплотила. И пламень творчества горит, на миг не затухая, спасая всех, благословит, собою защищая. И Дух Святой всего коснется своим нетлещим крылом. И сердце в радости забьется, все почитая в божество. Я вас поздравлю. АПЛОДИСМЕНТЫ Многие друзья, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале. Наш творческий проект называется «Мама Гейджа Бэнд». Мы играем этномузыку на необычных инструментах, на этнических и на, правда, очень современных. Мы очень вдохновляемся восточной философией и различными практиками. И хотим через свою музыку это передать. И для нас очень приятно и важно светать на таком мероприятии, на окружении такого вдохновляющего искусства. Для вас сегодня прозвучат такие инструменты. Возможно, вы какие-то из них услышите впервые. Балканский народный инструмент, струнный джурас. На нем исполнил Наталья Кулеш. Различная восточная перкуссия сегодня прозвучит. Это фрейм-драмы, дарбуки и персидский даф. На них сыграет Алена Фивейска. Также прозвучат индийские флейты Бансуи и индийский Исрач. На них сыграет Денис Кощеев. Я хочу его пригласить тоже к микрофону. Что бы он представил вот этот инструмент? Здравствуйте. Этот инструмент называется кристаллофон. И он создан нами, в нашей мастерской с ваританом. Это уникальный инструмент. Таких бил. Их сейчас всего два в мире существует. В нем используются резонаторы из кварцевого стекла. Такой редкий материал. И вы сами услышите, какой необычный звук они издают. Также мы делаем подобные инструменты меньшего размера. Они используются в звукотерапии, в разных практиках. В том числе и Дзе. И мы рады представить вам и изучать значительные косметики. Меня зовут Стасия Малаховская. Я для вас сыграю на кельтской арке. Также на кристальной арке. И очень рада быть тоже маленькой частью этой выставки. Вот правая галерея. Также представлена моя работа «Ангел полный мир». И то, что будет особенно в нашем сегодняшнем концерте – это суфийские кружения. Целых шесть суфий сегодня покружатся для вас. А также прозвучит поэзия премы. И я бы хотела ее пригласить. Всем добрый вечер. Я очень счастлива оказаться сегодня в этом прекрасном зале. И стать частичкой великолепного дзен-арта. И сейчас хотела бы поделиться с вами восточной поэзией, добавить сюда восточную нотку и также своей поэзией. И сейчас я прочитаю вам притчу о торговце. Достигнув тайного знания сокровенной истины, которую находят немногие, один мистический мастер обосновался в Басаре. Там он занялся коммерцией. И в течение ряда лет его дела процветали. Дервиш, знавший его ранее и еще находившийся на пути искателей, однажды обратился к нему. «Как печально, что вы оставили поиск и мистический путь», – сказал Дервиш. Мудрец-торговец улыбнулся, но ничего не ответил. Дервиш продолжил свой путь и часто впоследствии говорил на своих лекциях об одном бывшем Суфии, который прекратил странствие с низкой целью заняться коммерцией, не обладая, по-видимому, необходимой решительностью для завершения путешествия. Наконец, этот странник встретился с Хидром, тайным руководителем, и попросил направить его к мудрецу эпохи, от которого он мог бы получить просветление. Хидр сказал, «Подойди и сядь у ног такого-то торговца, выполняй любую черную работу, которую нужно сделать ей». Дервиш был изумлен, «Как он может быть одним из избранных, не говоря уже о великом учителе века?» – пробормотал он, запинаясь. «Причина такова», – сказал Хидр, «что когда он достиг просветления, он также достиг объективного знания мира. Он сразу же ясно увидел, что благочестивое поведение привлекает жадного, представляющегося духовно, и отталкивает искривого, не имеющего пристрастия к внешнему. Я показала ему, как религиозные учителя могут быть погублены своими последователями, поэтому он учит в тайне и внешне выглядит, как простой торговец». И сейчас я хочу прочитать несколько произведений «Джеладина Рогина». Это очень известный суфистский мистик. Мой горячий литв. «Желание и удовольствие всего мира похоже на лестницу. Ступени лестницы не являются местами отдыха или сидения, а являются местами подъема и перехода. Какой счастливец тот человек, который быстрее пройдет их, быстрее проснется и укоротит этот длинный путь и не растратит всю свою жизнь на ступеньках лестницы. Благословенное дыхание в просторах звезд и на земле во мне, в тебе прими признание и луч, родившийся во мгле. Зайди, о день великолепия, танцует каждый атом твой. Благодаря ему столетия вращают мир его игрой, танцует души, как навалом, вселенский танец судик стас, а ешет на ушко в малом закрыто бездна тысячи глаз. Когда духовное к тебе приходит сжатие, ищи в новопытных благо, не проклятие. Смотри, ты в стадии расширения живешь и щедро миру радость раздаешь, но равновесие можно сохранить доколе, растратив радость, ты накопишь в боли. Стоять не может лето круглый год, иначе солнце жар, растительность убьет. Зима уносит чувство теплоты, насколько мудро в ней таится доброты. Когда к тебе приходит ощущение сжатия, возрадость его, прими его объятия, попробуй сжатие с расширением на пути, как можно проще объяснения найти. В кулак нетрудно пальцы сжать, нетрудно их опять разжать. Тот, кто не может это сделать безупречно, считается больным или вечным. Способен только